Весенний разговор Шагает по лужам, сквозь челку глядит на весну. После третьей банки решается на разговор с Богом. Небеса, входящих было к вечернему сну, внезапно разбужены ее яростным монологом. У меня пятый месяц, все просто трещит по швам. Муж зовет самодуркой, развалились последние сапоги. Я не ем ни черта, ни худею ни на килограмм. Мама в трубку захлебывается, где мол в твоей мозге. На работе все меня норовят нагнуть. Думаешь, это все в шуточке ерунда? Думаешь, это все можно с улыбкой перешагнуть? И Господь отвечает. Да. Сворачивай на чистопруды, жалуясь на десан. Единственный друг не отвечает на СМС. Пусть тогда и свои проблемы Турин тоже решает сам. Переводит дыхание, поддержку ждет у небес. Подорвалась в электричке, в отделении был скандал. Проиграла сама себе в города. Разве тот на кресте за такую кретинку страдал? И Господь отвечает. Да. Смотрит под ноги, по мясницку прямо шагая вниз и твердит. Даже жить не хочется иногда. Думаешь, слабо мне сейчас на карниз? И Господь отвечает. Да. Запрокинула голову вверх. Шарит взглядом по облакам. Говорит. Ничего не прошу. Только дай ответ. С теми, кому уже не слабо. Суждено еще встретиться нам. И Господь отвечает. Да. У истинно верующих тверда и легка рука. У молодых каждая муфель катастрофически молниеносна. Учитель, послушайте. Два самых верных ваших ученика Разлили вино, преломили хлеб и свалили в открытый космос. Послушай, прости их, помилуй, Пресветлый Сын Господа. Ведь ты все равно их уже окончательно спас. Ты просто хотел, чтобы были, по крайней мере, апостолы. А они оказались капитаны космических трасс. Учитель, вы им передали свои заветы, Чтоб свет вифлеемских звезд согревал вот кусочек земли. Но что им до света? У них тайна третьей планеты, Ноль сей на двоих и космические корабли. Учитель, дело не в том, что это правда или неправда. Дело не в том, обман или не обман. Проблема лишь в том, что вы растили Петра и Павла, А у вас получились Ким и Буран. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вкратце публично признаться во всяком таком, То могу подтвердить, что впервые пришла в его дом, Лишь за тем, чтобы просто послушать подводку о том, Что он в силах еще рассказать. Он хотел рассказать про знакомых печальных бомжей, Про подоктами крыши чужих обладных гаражей, И про то, сколько пес-принь-кошки приносят хлопот, И немного про то, что они денег, но все равно пьет, Потому что так много лет, и еще потому что поэт, И что кроме стихов ничего уже в жизни не ждет. Но случайно взглянул мне в глаза и рассказал про девяносто второй год, Про вагоны трамваев, в которых компостеры еще говорят, Про жетоны, которые все проглотил автомат, Про Фод-3, что снимает значительно четче, чем просто зенит, Про здоровую печень, которая не заболит, Про пронзительный запах деревьев в куземинках весной, И про то, что когда двадцать три, для Москвы ты герой, И он все говорил, а в глазах все стоял девяносто второй, Я отставила рюмку и в эти глядела глаза, Мне хотела в ответ кое-что о себе рассказать, Про налоги свои проекты и буйную голову за, Которую в трех королевствах, в валюте немного, но все же дадут, И про то, что меня леди Винтер на самом-то деле зовут, И про то, что когда обо мне всякие бред говорят, то ни разу не врут, Но тут рассказалось совсем не об этом, А просто о том, как на даче в июле, тогда, в девяносто втором, Я читала про мио-му-мио и слушала гром, Итальянки были в зеленке, и пахло костром. А, не последняя. Город Челябинск, начало марта, вечер, центральный рынок. Светит разбитый фонарь, тишина за закрытым складом. Я торопливо бегу домой от подруги Марины, Марины Кошкиной, живущей в соседнем районе, но, в общем, рядом. Длина же отрезка пути оценивалась по сигаретам, Чей запах обязан разветриться был по дороге. Длина зависела от скорости шага, и, конечно, от чистоты звонков моей мамы. Ну, где ты, где ты? Четвертый контрольный звонок означает, что путь будет пройден спешно. Нельзя идти ровным шагом, раз мама уже в тревоге. И вот я иду по оттаивающему асфальту, И вот я иду и вдыхаю холодный воздух, В котором вполне ощущается привкус чего-то такого, Такого, что Марс в предвкушении весны уже дерзостно создал. И звук моих быстрых шагов пролетает над спящим рынком, И я торопливо иду в темноте, напевая фразы из песен, Которые мы полчаса лишь назад за дорогой Маринкой Слушали на кассете. Шевчук, Бутусов, мы отвечали, впрочем, не здешним вкусом В плане стихов и музыки. Слушали, обсуждали, что завтра снова придется сидеть за проклятой партой, Что надо в комнате предкам назло приклеить обои, Что жизнь проходит, что, боже, начало марта, Что Пашу Марков, конечно, станет моей судьбою. Стандартный вечер, стандартное возвращение домой, Что мама вся изворчалась, Что шлящая черти где, не учитывая погоды, Что другой бы ребенок давно попросил прощения, Что дед и бабуля звонили и волновались, Что там, где встречается Кошкина, сразу случаются беды, Что надо перезвонить деду. Он был еще жив в те годы. И перед сном голову хоть помой, А я вспоминаю, как я бежала домой. Подумаешь, вечер, пустующий рынок, начало марта, такая малость. Но мне очень важно, чтобы это вращалось в движении кадра. И вот я пишу, чтобы именно это осталось. Я шла мимо рынка в дырявых кроссовках в начале марта. Я шла и мечтала, чтобы с Пашей все получилось. Я шла и хотела у Кошкиной клеить обои. И может быть, именно это и пел наутилус. И может быть, именно это возьму я с собою, Чтобы навечно остаться, врезаться, как фичать, Чтобы шаги над рынком продолжали звучать.